Мир вам, дорогие друзья! Мы только что прослушали, что Господь есть Господом славы. Давайте мы скажем «Слава Богу», потому что Он достоин славы. И, как мы слышали слово перед этим, Бог есть Бог, творящий чудеса. Бог есть Бог живой, Бог есть Бог сильный. И сегодня я хочу поделиться одним словом. Начну наше чтение с книги «Деяния апостолов», 18 главу и с 1 стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. «И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отряжший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». «И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их Слову Божию. Далее сказано о своего рода таком восстании или заколоте, который произошел против апостола Павла, но потом все это утишилось, и 18 стих говорит нам такие слова. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию». Итак, этот текст, который мы прочитали, описывает для нас начало церкви в Коринфе. Мы видим, что Павел пребывал там год и шесть месяцев, и несколько раз используется слово «многие люди». Многие люди уверовали, Господь говорит, у меня много людей в этом городе, и там основалась церковь. Там основалась церковь. Павел был там год и шесть месяцев, но далее написано «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями». Сколько он еще там был, неизвестно, но это было довольно долгое время, кроме года и шести месяцев. И он простился с братьями и отплыл в Сирию. Но после того, как он отплыл, на том месте осталась церковь, в которой было много людей. Это была большая-большая церковь. Прежде чем продолжать говорить, я хочу вам задать вопрос. Вам нравится быть в большой церкви? Кто-то скажет «да». Я вижу, кто-то кивает головой. Я знаю, что многие люди скажут «нет». Вы знаете, большая церковь имеет большие преимущества. Большая церковь имеет преимущества в ресурсах, которые есть в людях. Много одарованных людей есть в большой церкви. Большая церковь имеет большую силу и может сделать намного больше труда в том месте, где она находится, чем маленькая церковь, и даже вне пределов того места. Большая церковь имеет большие финансовые ресурсы и может сделать то, чего не может маленькая церковь. Но в то же время большая церковь имеет большие проблемы. И вот когда апостол Павел оставил вот эту большую церковь, очень скоро там начались большие проблемы. И он написал им письмо, первое послание Коринфянам. Давайте мы откроем это послание. В этом письме он напоминает им, как он проповедовал им Евангелие. И во второй главе он говорит такие слова, он как бы вспоминает то время, когда была основана эта церковь и говорит, «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Вот такой была проповедь апостола Павла в этом городе, и благодаря вот такой проповеди множество людей уверовало, там образовалась большая церковь. Когда мы читаем Писание, мы можем заметить, что Писание описывает ряд церквей, которые были очень большими. Например, церковь в Иерусалиме. Только за две проповеди 8 тысяч человек пришло. Представляете, что это за церковь? Писание за два дня 8 тысяч человек внезапно наполнило церковь. Когда Павел пришел туда через несколько десятков лет, то его встретили братья и апостолы, которые были там, и говорят, «Видишь, брат, сколько тысяч иудеев уверовало, и все они ревнители закона». Но в греческом языке там стоит слово не «тысяч», а «десятков тысяч». Я не знаю, почему переводчик забоялся это перевести. Может, подумал, слишком много евреев верующих описывает Новый Завет. Но греческий язык говорит, «Видишь, брат, сколько десятков тысяч уверовавших иудеев». Представляете, церковь, которая состояла из нескольких десятков тысяч людей. Нам еще далеко, да? У нас несколько сотен, и мы уже замечаем множество проблем и думаем, «Как нам выжить? Как нам жить? Что нам делать?» А там было несколько десятков тысяч. Такие церкви, как в Антиохии, в Ефесе, в Коринфе, по мнению историков, ученых, исследующих историю и Новый Завет, они составляли в каждом из этих городов по несколько десятков тысяч. Это были огромнейшие церкви людей. И вот Павел пишет им письмо. «Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, Исосфенбрат, церкви Божией, находящейся в Коринфе». Обратите внимание, как он их называет. «Освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Итак, он называет их теми, кем они являются во Христе Иисусе. Это церковь Божия. Слово церковь, экклесия, оно значит собрание. Собранию Божьему, находящемуся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Пусть будет благодать и мир. Далее он говорит с 4 стиха «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». Он благодарил Бога за эту церковь. Он не роптал, что она была большая. Он благодарил Бога, что такое множество людей пришло к Богу. И есть огромное количество собрания Божьего, людей, служащих Богу, освященных во Христе Иисусе в этом городе. Далее он пишет «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». И далее 7 стих «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». И так он говорит, что Бог утвердит их, чтобы им быть неповинными. То есть он был уверен, что Бог начал это доброе дело спасения и будет совершать его даже до дня Иисуса Христа в этой большой церкви. Сделав вот такое вступление, он сразу переходит к некоторым практическим вещам, которые очень сильно тревожили его насчет этой церкви. 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоин их сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят «Я Павлов, а я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Итак, в этой большой церкви была большая проблема. Проблема разделения. И первая проблема разделения, которая там была, это разделение на основе привязанности к определенному служителю. Это была большая церковь, и она служит моделью или примером того, что может происходить в больших церквях. В больших церквях есть много служителей. И каждый человек, так или иначе, каким-то образом, больше склонен к какому-то из них. Не правда ли? И это естественно. Нам иногда больше нравятся одни люди, чем другие люди. Но когда это переходит в открытую вражду, спор и противостояние, вот это уже действительно проблема, которую нужно решать. Мы не имеем права на основе привязанности к какому-то служителю или особого почтения к какому-то служителю начать унижать других людей, спорить с другими людьми или пренебрегать других служителей. Иногда у нас есть такие проблемы, когда мы думаем, вот если бы тот был служителем, вот если бы тот брат приехал и здесь был, вот если бы тот брат у нас был старшим, вот тогда бы все наши проблемы очень быстро и скоро решились. Вы знаете, это неправда. Возможно, некоторые проблемы решились бы быстрее, возможно, кое в чем было бы лучшее устройство. Но поверьте, нет ни одного человека, который был бы главным или старшим, или как мы привыкли называть старшим пресвитером или просто пресвитером в какой-то церкви большой, который сразу и быстро сможет решить все проблемы большой церкви. Большая церковь – это много людей. Много людей, многие из которых – духовные младенцы, несмотря на то, что они могут быть десятки лет верующие. И с духовными младенцами много проблем. Ни один самый духовный человек не может быстро решить этих проблем. Посмотрите на Моисея. Был ли он хорошим служителем? Я думаю, идеальным. Сколько проблем было у него? Сколько раз он говорил, «Боже, разве я родил весь этот народ, что ты возложил на меня этот весь народ, что я должен нести его?» Это одна часть этой проблемы, проблема привязанности к определенному служителю. Но есть другая часть этой проблемы, когда сами служители способствуют этому, чтобы чем больше людей было привязано именно ко мне. Вот это еще большая проблема. Пусть Господь даст мудрости каждому служителю, который пребывает в церкви, не делать такого. Мы должны понимать, что если Господь поставил нас служителем церкви, на определенный труд, мы все являемся соработниками у Бога. И мы об этом еще чуть-чуть поговорим. Давайте, чтобы продолжить говорить об этом, откроем третью главу, первого Коринфянам, с третьего по девятый стих. «Потому что вы еще плотские». Видите, в чем основной корень их проблем? Не в том, что это была большая церковь, а в том, что они были плотские. Много плотских людей делает много проблем. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? А не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божие небо, Божие строение». Каждый, кто находится в Церкви Божией, и каждый служитель Церкви Божией должен понимать, что все служители, все люди, которые несут определенный труд в Церкви, они ни в коем случае не являются и не должны являться соперниками. Кем они должны являться? Соработниками. Можно добавить еще несколько похожих слов. Сотрудниками, соратниками. Со, вот эта приставочка «со» означает «вместе». Работники вместе соединены, как мне подсказывают. И здесь написано «посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Если только определенные люди начали думать о каком-то служителе, что все никто, а вот он что-то, или если сам служитель начал думать о других служителях, что все ничто, а я что-то, вот это огромная-огромная проблема. Фактически, я думаю, что служитель, который так начал думать, он теряет моральное право быть служителем, потому что это духовная гордость. Мы должны всегда смиренно смотреть на себя и всегда, как Писание говорит, ставить других выше себя, даже если Господь много чем одарил нас. Это первая проблема большой церкви, разделение на основе привязанности к определенному служителю. И, как я уже сказал, это разделение может идти или со стороны народа, или со стороны даже самих служителей, которые стараются внутри церкви искать себе, как бы сказать, еще одну церковь, если можно так выразиться. Вторая проблема, о которой говорил Павел, которая была в этой церкви, это была тоже проблема разделения, но проблема разделения уже на другом основании. Это было разделение на основе даров и служений, которые Господь дал. Давайте мы откроем 12 главу с 13 стиха. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? «Если ухо скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу?» 19 стих. «Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно». Он говорит это в контексте служения друг другу своими дарами. Давайте прочитаем далее. «Не может глаз сказать руке, «Ты мне не надобна», или также голова ногам, «Вы мне не нужны». Вы знаете, что это именно то, что происходит, особенно в больших церквях. Как я уже говорил в начале, в больших церквях есть много одарованных людей. По сути, Писание говорит, что в церкви вообще нет неодарованных людей. Писание говорит, «Служите друг другу». Кто? «Каждый тем даром, какой получил». Каждый человек имеет какой-то дар. И вот в большой церкви множество людей, каждый с каким-то даром, каждый считает свое дело и свое служение, если он уже нашел его, потому что 90% людей в большинстве церквей не знают своего дара и своего служения, к сожалению, и 10% людей совершают 90% всего труда. Это нездоровое состояние. Но представим, что человек уже знает свой дар. Он уже нашел свое место, свое дело, свое служение. Он служит этим даром другим людям в церкви. И вдруг он видит, что кто-то другой делает что-то другое. А третий вообще делает что-то третье, совершенно не похожее на то, что он делает. И если человек, хотя он имеет дар, хотя он уже что-то делает, но недостаточно зрел духовно, когда он еще младенец, начинают происходить проблемы. Кто-то занимается детским служением, кто-то подростковым, кто-то молодежным, кто-то музыкальным, кто-то благотворительным, кто-то образовательным, кто-то учительским, кто-то душепопечительским и так далее. И люди начинают снова смотреть друг на друга, как на соперников или как на ненужные члены тела. Например, кто-то может сказать, зачем ездить куда-то, проповедовать Евангелие, когда у нас полным-полно труда вот здесь в церкви. Посмотрите, сколько у нас подростков и детей. Ведь это будущее церкви. Если мы их сейчас упустим, наша церковь просто пропадет. Ведь самое главное служение в церкви это подростки и дети. Другой скажет, нет, нет, послушай, ты ошибаешься. Ведь Писание говорит, что мы созданы для славы Божией. Самое главное служение в церкви это музыкальное. Если мы здесь не научимся славить Бога, как мы будем славить Бога в вечности? Ты понимаешь, что музыка это самое главное. Служение пения, это то, что обязательно должно быть на высшем уровне. Третий скажет, да вы вообще ничего не понимаете. Ведь Иисус Христос дал нам повеление, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, а вы здесь сидите на месте, варитесь в своем соку, не делайте того, что Господь сказал. Четвертый скажет, подождите, вы все неправы. Иисус не просто сказал, идите проповедуйте Евангелие, Он сказал, научите все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Что вы со своей музыкой, с проповедью неверующим, а что вы потом делаете с этими неверующими? Ведь Иисус сказал, нужно учить. Учительское служение самое важное в церкви. Мы должны учить людей всему, что Господь повелел, всей воле Божией. Ведь без исполнения воли Божией никто не спасется. Иисус сказал, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, а исполняющий волю Отца Моего Небесного. А как же люди будут знать эту волю, если мы не будем их учить? А вы говорите, музыка главная или побольше людей, не верующих, привести? А что вы потом делаете? Вы знаете, все эти люди правы и все эти люди заблуждаются. Все дело в том, что мы, если мы делаем так, мы делаем точно то же, что делали в свое время Коринфяне, они получили разные дары и они начали превозноситься друг перед другом. Кто-то начал говорить, что вот этот дар не нужен, зачем нам это служение? Кто-то начал говорить, нет, вот это не нужно, вот то, что я делаю, это самое важное, это самое нужное у нас в церкви. Третий сказал, вы все ошибаетесь, вот мое служение самое главное. Вы все не нужны, без вас можно обойтись. Тело ведь может обойтись без руки, а вот без сердца попробуй. Мы иногда последуем тем же ошибкам, которые были в этой большой церкви. Но Писание говорит, что нет ненужных членов тела в теле, и нет ненужных служений в церкви. Мы все являемся соработниками, соратниками, сотрудниками, и каждое наше служение важно. С детьми заниматься важно, с подростками важно, с молодежью важно, благотворительностью заниматься важно, проповедовать Евангелие неверующим важно, учить людей важно. Служение музыки и пения важно, оно все важно. Служение увещателя важно, служение раздавателя важно, служение гостеприимства важно. Мы все должны понимать, что мы члены одного тела, и каждый делает свою маленькую часть. Не унижать друг друга, не говорить, что то, что вы делаете, не важно, а то, что я делаю, это самое главное. Наоборот, благодарить Бога, как Павел благодарил Бога за эту Каринскую церковь, благодарить Бога, что есть люди, которые делают то, что я бы никогда в жизни не делал. Но есть люди, которые делают это и любят, и есть результат в этом деле. Поэтому я знаю, что в нашей церкви много одарованных людей, которые уже знают свой дар, свое место, свое призвание, что-то делают. Никогда не впадайте в эту ошибку, чтобы начать унижать других и начать говорить о каком-то служении, что оно не важно и не нужно, и давайте его не будем делать, а сконцентрируем все наше внимание на том, что делаю я. Вы видели когда-нибудь тело, которое состоит из одного огромного уха? Вот просто живое большое ухо, и больше ничего нет. Очень странно это было бы тело. И что бы оно вообще сделало в этом мире, да? На работу оно не пойдет, потому что ног не имеет. Ну что оно вообще может сделать? Или просто одна нога? Так вот, давайте не будем делать тело Христово вот такой странной формы, да? Давайте признавать друг друга, любить друг друга, вмещать друг друга и почитать один другого выше себя, как говорит Священное Писание. 25 стих, 1 Коринфянам 12 главы. «Дабы не было разделения в теле на основании дарования и служения. Не должно быть разделения в теле. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член? Страдают с ним все члены». Есть проблема в одном служении, скажем, с детьми или с подростками. Мы все должны сострадать этому и помочь в этой проблеме. Есть проблема, скажем, в другом направлении служения. Не говорить, а это не мое, а это не нужно, а это не важно, а помочь им я могу, хотя бы молитвой своей. «Посему страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Дали иным, дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И 14 глава, 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Итак, мы поговорили о второй проблеме разделений в большой церкви. Это разделение на основании даров и служений. Есть еще одна серьезная проблема, особенно в больших церквях, но она также касается и многих маленьких. Это разделение на основе понятий. Один Бог знает все причины, почему у нас разные понятия. То, где мы вырастали, то, кто нас учил, иногда даже то, на каком языке мы Библию читали, формирует каким-то образом наше мышление и наши понятия. И мы сейчас находимся в уникальной ситуации, когда люди с разных местностей, с разных стран, с церквей, где были разные пресвятера, разные учителя, собрались в одном месте. И, конечно же, у многих из нас есть свои собственные, отличные от других понятия по тем или иным вопросам. Что нам делать с этим? Давайте мы откроем 1 Коринфянам 11 главу 17 по 19 стих. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения. Чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Вот здесь он, скорее всего, говорит о разделениях на основании понятий. И о таком же виде разделений записано в других местах Писания. Например, послание филиппийцам. Несмотря на то, что в Филиппах была прекрасная, можно сказать, почти идеальная церковь, все равно там была проблема разделений. Может быть, она не была очень серьезной или большой, но она была между двумя значительными личностями в этой церкви. Давайте мы откроем послание к филиппийцам, 4 главу и со 2 стиха. «Умоляю Еводию, умоляю Сентихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Итак, там было две значительных женщины, которые были помощницами апостола Павла в благовествовании, и не только Павла, других служителей, да, Климента и других его сотрудников. И вот что-то между ними произошло. Они начали по-разному мыслить, и вероятно, что они это серьезно показывали на виду у всех. Потому что, если бы это было тихо и между ими, апостол Павел об этом бы не знал. Но это было явно, видимо, и апостол Павел, находясь в другом месте, он знал об этом разделении, что они не одинаково думали, и, вероятно, они не один раз спорили на основании своих понятий. В нашем русском синодальном переводе сказано «мыслить тоже о Господе». Буквально в греческом, если перевести слово в слово, то сказано «одно думать в Господе». «Одно думать в Господе». Апостол Павел хотел напомнить им, что они находятся в Господе, и в Господе они должны думать одно. Кто-то из них был неправ. Возможно, две из них были неправы. Они должны были поменять свое мышление и принять то учение, которое проповедовали апостолы, так как они проповедовали, и свои понятия направить в соответствии с учением Господним, чтобы думать одинаково в Господе. Здесь не говорится о том, чтобы просто примириться и прийти к одному мнению на основании каких-то переговоров. Здесь говорится, что каждая из них должна направить свое мышление в Господе. И тогда они, конечно же, примирятся, потому что у Господа нет разных понятий ни по какому вопросу. У нас могут быть разные понятия по десяткам вопросов. Как делать то, как делать это, как исполнять то, что нужно делать в такой ситуации. У Господа по каждому вопросу есть только одно понятие, только одно учение. И наша задача – это найти это учение, когда мы все его найдем, когда мы смиримся настолько, что отложим все наши традиции, все наши понятия, и скажем, я не хочу знать ничего, кроме истины Слова Божьего, точно как написано, не уклоняясь ни направо, ни налево, ни на чуть-чуть. Вы знаете, что произойдет? Мы придем в единство веры не друг с другом, а с святыми Божьими апостолами и пророками, которые под вдохновением Духа Святого писали вот это Священное Писание. И заканчивая, я хочу прочитать несколько стихов, которые являются своего рода призывом ко всем нам, призывом для того, чтобы оставить наши разделения, чтобы поменяться кое в чем, поменять наши отношения друг к другу, чтобы мы действительно стали братьями, между которыми нет разделений, о которых говорит один из псалмов, «Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе». И сестрам тоже, я бы добавил, как хорошо и как приятно, да? Чтобы мы действительно смотрели друг на друга, как на сотрудников, соратников, соработников, и никогда не смотрели друг на друга, как на соперников, не имея значения, какое служение мы несем, какой дар мы имеем. Итак, послание к филиппийцам, 2 глава с 1 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, есть ли у нас утешение во Христе, братья и сестры? Я думаю, есть, да? Христос – наша отрада, мы утешаемся в Нем, даже если во многом другом в жизни у нас нет утешения. Если есть какая отрада любви, она есть у нас в Господе. Если есть какое общение Духа, есть ли у нас иногда общение Духа? Ну, хоть иногда. Иногда сойдемся на молитву Духом, как помолимся, так хорошо и так приятно, да? Все вместе, громко. Если есть какое милосердие и сострадательность, неужели у нас нет милосердия и сострадательности друг к другу? Я думаю, что есть, потому что мы все люди верующие. То дополните мою радость. Если это действительно есть, Павел говорит, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Ничего не делайте из любви к спорам. Вот что значит любопрение. Тщеславие – это чтобы похвалиться собой, гордиться собой и унизить друг друга. Ничего не делайте вот по этим причинам и с этими мотивами. Но посмиренно мудрее почитайте один другого высшим себя. И еще один текст, который я желаю прочитать, это послание римлянам, 15 глава, с 5 по 7 стих. «Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа». Давайте мы помолимся сейчас вот такой молитвой, чтобы Бог терпение и утешение дал нам быть единомысленными между собою по учению Иисуса Христа. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Друзья, мы несовершенны. Мы еще не пришли в единство веры, в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. Но пока мы на этом пути, давайте научимся принимать друг друга. Это не значит соглашаться во всем друг с другом, особенно если кто-то ошибается, но это значит, несмотря на наши разногласия и ошибки, любить друг друга, принимать друг друга и исправлять друг друга в духе любви. Когда апостол Павел говорил о служениях разных в церкви, которые Господь поставил, там написано, чтобы мы истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Что интересно, что этот стих, это Ефесянам 4,15, в греческом тексте, в дословном переводе звучит так. «Являющие истину же в любви, чтобы мы выросли в него». Апостол Павел призывал нас являть истину друг другу, как в любви. Когда истина преподается без любви, эту истину, скорее всего, никто не примет. Даже если это истина, мы должны являть истину друг другу в настоящей любви и заботе друг о друге. Пусть Господь поможет нам в этом, и мы будем молиться сейчас об этом.